Духа Святого И оно называется Крик Слепого Крик Собочины Ну это одно и то же название Ребята можете вывести на экран название темы Сегодня не будем мы ковыряться и копать глубоко, как мы копали в то воскресенье Кто копал, а кто не копал, их нужно научить Когда Дух Святой позволит, мы это сделаем еще раз Очень интересно Но мы идем дальше и мы идем в слово И я хочу напомнить историю про слепого из Иерихона Как он встретился с Иисусом Христом Помните эту историю? Кто помнит? Если кто не знает, где эта история Просто я сегодня зачитаю это местописание Ничего, все нормально, мы не религиозники Даже если ты не дошел до этой истории Или не помнишь, дойдешь Или сам, или кто-то тебя доведет Мы в семье Амин? Ребят, там что, места нет? Вы можете присесть, все нормально Вы знаете Сколько раз я читал это местописание И ты тоже Ты знаешь наизусть это местописание Что было со слепым, он стал Зрячим Иисус его исцелил Но что там произошло? Что произошло? Я задал вопрос Сам себе Интересно Слепой сидел на обочине И шел Иисус Христос И он вообще его не знал Почему он тогда кричал и говорил Спаси Иисус Почему его не остановила толпа? Кто-то слышит меня? Скажи, слепой знал Иисус? Иисус Христа Лично Нет Почему он тогда кричал Иисус, помоги! И Дух Святой начал открывать Он мне показал слепого Он показал мне его жизнь А вы знаете Иногда нужно поучиться и у слепых людей Не только у людей, которые имеют мудрость Которые имеют глаза Которые имеют уши У которых все функции Нормально работают Слепой Это безграмотный человек Что-то меня понимает В то время, наверное Сейчас, да Сейчас много технологий Где можно развиваться слепым Они читают Сейчас много-много всяких Аппаратов Всяких Программ Обучения Я верю, что в тот момент Никто их не обучал Они обучались Вот там на обочине Прося милости Представляешь, слепой Сидит на обочине Скажи, ты бы прошел бы Мимо слепого? Да нет Все нормально Не прошел бы Ну раз бы прошел Два На третий раз бы Все равно бы остановился И Благословил бы Помолился бы за него Представляешь? Сидит слепой Сидит слепой на обочине Представляешь, сколько людей Мимо него прошло Больше, чем в твоей жизни Это сто процентов Ты сам выбираешь Где тебе ходить А этот слепой Сидит на обочине И мимо него ходят люди Это было место Не Людное Вы понимаете? Слепой не сидел В поле Или в лесу Где его никто не видел Он следил на обочине Он был Среди людей Представляете, сколько Людей ему Помогали Жалели его Благословляли его Молились За слепого Ты теперь понимаешь Куда я веду? Почему он так кричал? Слепому Никто Никто Не мог Помочь Зачем нам нужен Бог? Я и сам справлюсь Я дочитаюсь Домолюсь Достучусь Зачем мне нужна церковь? Бог говорит Тебе нужна обочина Чтобы ты понял Что ни один человек Тебе не может помочь Кроме Бога Ни один семья Как бы ты не хотел Сам себе помочь Как бы ты не мог Помочь соседу Но если твоему Соседу Не будет помогать Бог Ты ничего не сможешь Сделать Даже если ты сделаешь Все Всевозможное Сосед так и будет Принимать жалость Сосед так и будет Принимать Благословение Но если Бога нет В его жизни Ты ничего не сможешь Сделать Это касается Так близких И родных Слепым Сегодня Нужен Бог Все Что сделала Сегодня Сегодняшняя церковь Она собрала Слепых И пытается Им помочь Физически Благословить Отвезти Куда-то Помолиться За них Но ничего Послушайте Слепому Нужен Бог Тебе нужен Бог Тебе нужен Бог И наступает Время Оно наступило Уже Что Бога Невозможно Обойти Как бы ты Не хотел С какой-либо Стороны Обойти Бога В своей жизни А такие Ситуации Бывают Скажи А вот здесь Я Вот здесь Я чуть-чуть Тут В сторону Но уже И в сторону Не обходится Почему-то Бога И тут Он на твоем Пути И ты Сталкиваешься С Богом Решил Что это И раньше Ходил по этой Дороге И там Не было Бога А теперь Он есть Это и есть Последнее время Семья Раньше Я мог Обойти Вот этих Христиан Которые Мне скажут Так скажут Что мне Плохо Не хочется Жить А уже Не обходишь Нас Еще Больше Бескомпромиссных Рождается Халилюя Лазай Богу Славу Вот там В камере Люди Слушают Наша Семья Там Еще Больше Так же Рождается Вот это Поколение Которых Уже Скоро Не обойдешь Ну Которые Уже Не пожалеют А которые Просто Направят Тебя К Богу К папочке Время Обходов Закончилось Это Не человек Сказал Это Сказал Сам Бог Римлянам 14 11 В Писании Сказано Каждый Склонится Передо Мной И Каждый Скажет Что Я Бог И Как верно То Что Я Живу Так Так верно И то Что Это Все Случится Сказал Господь Уже Никто Не может Обойти Бога Семья Уже Ты Не можешь Спрятаться От Бога Как Прятался Адам Там Были Какие-то Кусты И то Бытие Все Написано Уж Знаете Я люблю Эту Книгу И Прививаю Любовь К Тебе И Вместе Будем Любить Нашего Бога Потому Что Бог Есть Начало И Конец Если Ты Не Любишь Начало То Ты Не Попадешь В Конец Не Сможешь Полюбить Конец Все Все Мы Хотим Обрести Спасение Дорогая Семья Все Здесь Хотят Спастись Кто Хочет Ад Есть Здесь Такие А есть Руки Не Поднимают Подними Руки Кто Хочет Спастись Я Проверяю На тест Чтобы Не Спали Все Нормально Дух Сна Пошел Вон Алли 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 Ну Скажи Спасение Это Конец Или Начало Начало И Конец А Чтобы Войти В Спасение Что Нужно Сделать Начать Меняться Что Нужно Войти В Спасение Что Нужно Было Слепому Сделать Ему Нужно Было Встать И Кричать Кричать К Иисусу Христу Ему Нужно Было Сбросить Свою Старую Одежду И Подойди К Иисусу Чистым Без Старья А Ты Хочешь Знаешь Как Спастись Без Начало Амин Ты Хочешь Без Начало Вот Такой Мне Все Нравится Вот Это Спаси Бог Есть Начало И Конец Если Ты Не Полюбишь Начало А Начало Очень Трудное Кто Скажет О Начало Интересное Начало У каждого Было Я Верю Начало Тебя Так Обрезало Начало Очень Больно Начинать Роды Легко Женщины Нет Так У слепого Было Начало Семья Слепой Сидел На Обочине Это Были Люди Они Высвечивали Скажи Кто Высветил Высветил Слепого Люди Люди Почему Он Стал Кричать К Богу Потому Что Он Видел Он Не Видел Он Чувствовал Множество Людей Он Чувствовал Присутствие Людей Он Чувствовал Заботу Людей Он Чувствовал Как Люди Его Кормят Его Кормили Он Чувствовал Как Ему Люди Помогают Куда Дойти Посадить Он Чувствовал Как Люди Ему В Возможно Руки Давали Хлеб Финансы Там Все Что Угодно Было Он Все Это Чувствовал Но он понимал, что это хорошо, но это не спасет его. Это не изменит его проблему. Это все временное. Слепой что-то понимал, что есть совсем другая жизнь. Жизнь, которую не могут больше ему дать люди. Они уже один раз ему дали. А есть жизнь, которую мог ему дать сам Иисус Христос. Я хочу, чтобы ты сконцентрировался на имени Иисуса Христа сегодня. Это основное имя в нашем Царстве. Аминь. Дары, пророчества. Я все это понимаю. Свидетельства, чудеса и знамения. Но имя Иисус Христос. С чего ты сегодня начал? С конца ты хочешь удержаться за свое спасение? Без начала? Если ты еще не начал, начни. Начни. Представляете, это все вне конспекта, то, что я сейчас говорил. Поэтому Дух Святой мне повел. Пусть жаждут. И сейчас, возможно, это к одному человеку, который жаждет это услышать. Значит, тема состоялась. Твоя тема, возможно, будет через год. Так что дождись. Не уходи. Приходи-ка, Кристоф. Вы знаете, я такого не видел, но это реально респект, Кристоф. Он заходит в церковь, там вода, хлеб, там есть все, чем себе что-то вложить в желудок и еще дать соседу. Он не пришел там, знаете, с маленьким кусочком хлеба. Он пришел с нормальной корзиной. Знаете, должен был здесь такой быть человек. А если мы все захотим кушать? Нет, я говорю респект, серьезно. Иисус очень, это реально для меня было, я в восторге. У нас есть, у нас отвечает человек с корзиной здесь. Аминь. Воздай Богу славу. Мальчик с корзиной здесь. И если нас тут захватит Дух Святой на неделю, кушать ей что? Умножать ей что? Правильно? Ну мы не будем же друг друга кушать. Умножать ей что? Я вижу, у нас служение все еще мощнее и круче становится. Когда люди готовы прийти не на один день, не на два часа уже. Я понимаю, что этому человеку некуда спешить, потому что он принес все с собой. А ты еще не позавтракал и уже спешишь домой. Есть здесь такие люди. Уже вот тут бурлит в животе. Ну это нормально все, не стесняйся. И уже, знаешь, уже ведет твой желудок тебя уже в магазин или домой съездит. Ребята смеются, они сразу в денорную здесь выручку сюда по воскресеньям делают. Нет, встань в пять утра. Покушай хорошо. Покушай хорошо. Возьми с собой еще бутерброды. Может быть, что-то еще не успел покушать. И останься спокойно. А так, знаете, сосет не вот здесь, не дух, а вот здесь. Не знаю, сегодня какая-то тема интересная. Я люблю такие темы. Молны открывать рот. Дух Святой мне показал картину, как множество слепых сидят на обочине и молчат. Они ждут, пока им что-то перепадет. Они ждут исцеления. Они ждут освобождения. Они ждут, когда в их семьях закончится разруха. Как на физических, так и на душевных уровнях. Я реально увидел эту картину. Знаете, как Бог включил меня. Я как сам слепой и сел рядом со слепыми. И все молчали. И держали руки вытянуты. Что это, семья? Это мы. Это мы сегодня слепые. Сидим на обочине. И пытаемся, чтобы нам что-то кинули. Кинули подачку. Или приехали, за вас помолились. Или очистили твой дом. Или благословили тебя. Слушай. Жаждешь ли ты? Хочешь ли ты, чтобы твоя жизнь изменилась? Вот вопрос. Вот он ключ. Ко всем твоим ситуациям. Я очень хочу, чтобы ты изменился. Моя жена хочет, чтобы ты изменился. Поэтому Бог нас и поставил здесь. Ребята с команды очень хотят, чтобы вы все поменялись. Но хочешь ли ты, чтобы в твой дом пришел Иисус? Это совсем другой вопрос. И Бог говорит, слепые сидят и молчат. Мы научились прославлять Бога ладонями. Мы научились Бога прославлять по чатам, по e-mail. Но мы не научились жаждать Его по-настоящему своими устами, душой, силой. Мы научились стандартным молитвам. Бог, доброе утро с Дух Святой. Благослови мой день, моих детей, меня и все остальное. Но мы не научились жаждать Его присутствия. И если в этом присутствии, в твоей молитве нет Бога, то это твоя молитва, она мертвая. Как бы ты ни молился часто такой молитвой, послушай, без жажды ничего не будет. Ты просто слепой на обочине и просишь подачки. А готов ли ты сражаться за свою судьбу? А готов ли ты сражаться за ту атмосферу, в которой ты живешь? А готов ли ты приходить на служение и разбивать всю чуму, которая постоянно хочет стянуть открытое небо? Или ты хочешь получать подачки, но послушай, получись у слепого. Это не удовлетворит тебя. На этом все закончится. Ты разочаруешься людьми. В твоей жизни придет грусть и печаль. Потому что ничего не изменится. Хлеб ты съешь, деньги потратишь. Жалость пройдет. И все. Тебе нужен Бог. Даже если ты не знаешь его лично, послушай. Поэтому мы и здесь и свидетельствуем, кто наш царь. Наш царь Иисус Христос. Он победитель. И только Он тебя может спасти. Ни одна церковь. Ни одна молитва. Только Он. Только Сам Иисус Христос. И не вздумай Ему нести старье. Амен. Никто не спит. Контроль. Пограничник. Я, знаете, чувствую себя как пограничник. Офицерская еще внутри. Хочется одеть иногда сапоги, форму, пуражку. Выйти, выйти в город, погонять преступников, правонарушителей. Такое желание есть. Серьезно. Ну, Бог поставил в другом месте. Будем, значит, охраняться. Духовно. Никто не воровал на этой неделе? Нет? Все нормально? Ну, другие действия ты совершал, не буду задавать вопрос. А то сейчас в краску вгоню всех. Все мы согрешали, да? А зачем ты согрешал? Ну, даже если кто-то наткнулся на грех или еще что-либо совершил, то, поверь мне, ты же уже понял, что легче не стало. И тебе нужен Иисус Христос. Марка. Десятая глава, сорок шестой по пятьдесятой Руси. Затем они пришли в Иерихон. Когда Иисус выходил из Иерихона со своими учениками и множеством народа, у дороги сидел, прося милостями слепой в Артемии, сын Тимея. Услышав, что это Иисус из Назарета, он закричал. Там успеваешь, Саша, с перевода? Сейчас. Сын Тимофея, Тимея, то есть, услышал, что это Иисус из Назарета, он закричал, Иисус, Сын Давидов, смилуйся надо мной. Многие заставляли его замолчать, но он кричал еще громче. Сын Давидов, смилуйся надо мной. Иисус остановился и сказал, позовите Его. Слепого позвали и сказали Ему, мужайся. Вставай, Он зовет тебя. Представляете, они даже были испуганы. Мужайся, Иисус зовет тебя. Они сами боялись подойти к Иисусу Христу. Они слепого там благословили, покрестили, окропили, наверное. Мужайся, слепой. Вставай, Он зовет тебя. Кто сбросил плащ, скачил и подошел к Иисусу. Иисус спросил его, что ты хочешь, чтобы Я сделал на тебя? Слепой сказал Ему, учитель, Я хочу снова видеть. Иисус сказал Ему, ступай. Твоя вера исцелила тебя. И тот сразу же прозрел и пошел вслед за Иисусом Христом. Семья, а может тебе нужно сегодня оставить все твои традиции, все твои молитвы и все, что ты знаешь, и просто подойти к Иисусу, и просто крикнуть к Иисусу и попросить помощи? А еще одно откровение. Ты должен признать Иисуса Христа своим не только Спасителем, но и Учителем. А учиться никто не хочет. Учиться никто не хочет, семья. Слепой сказал, учитель. Кто-то услышал эту фразу? Все мы приходим к Иисусу Христу, чтобы взять. Мы приходим к Иисусу к нашему Спасителю, но у Иисуса есть еще одна функция. Учитель. Слепой был, слепой нуждался в учениях. Кто-то слышал, я вначале сказал, в то время не было учений. Слепые не могли развиваться, как нормальные люди развиваются с того времени. Развивались люди нормальные развивались с того времени. У слепого была жажда, чтобы его кто-то научил. Но ты не слепой же, тебе не нужно уже учить. Ты сам себе выбираешь, что тебе нужно получить от Бога, а что ты можешь сам себе дать. А что бы тебе еще бы пригодилось от Иисуса Христа. Кто-то молился такой молитвой, Иисус, научи. знаниями знаниями можно закидать, за Духа Святого можно прикрыться, все это Дух Святой, я ведом. А хочешь ли ты иметь, знать об учении Иисуса Христа? Хочешь ли ты, чтобы твой Иисус, он также был учителем в твоей жизни? Знаешь, почему ничего не меняется, на мизерь меняется в твоей жизни? Потому что ты не принимаешь учения от Иисуса. Ты готов все от Него принять, чтобы твоей, знаете, душе было приятно. Ты готов принять большой дом. Амин? Ну, давайте будем честными. Вот сейчас тебе сказал Иисус, возьми твой дом. Ты бы отказался от Него? Нет. Давайте. Да ладно, ты отказался. Не отказался бы. Все здесь. Или заменил бы твою старую машину на новую. Принял бы. Ну, конечно, Семя, конечно, это мы. Нормально все. А Иисус хочет, чтобы ты еще принял учение от Него, чтобы ты Его считал Своим Учителем, как считал Его слепой. В крике слепого, крик слепого отличается от наших криков. Знаешь, почему? Крик слепого, он был настоящим и сильным. В твоей жизни также был крик слепого, когда ты по-настоящему кричал и жаждал. Но обтерлись, принюхались, и уже в этом крике нет настоящего. Кто-то слышит? Уже так приходишь покричать. Уже так приходишь поддержать себя. все хорошо, выкричался, вымолился. Аминь. А можешь ли ты сохранить настоящий крик слепого, что ты еще не видишь? А в сегодняшнем дне мы еще ничего не увидели. Аминь. Мы еще ничего не увидели, что будет сегодня вечером с нами. Поэтому на сегодняшний день мы слепые и на обочине, и каждый день крик должен быть настоящим в семье. на вчерашнем дне мы все знаем. Мы знаем, что мы делали, как двигался Бог в нашей жизни, как двигались близкие в нашей жизни, как мы двигались в их жизни. Мы уже там зрячие. Кто-то слышит меня, но в сегодняшнем дне мы слепые и на обочине. И все, что нужно нам, нам нужно имя Иисуса Христа, потому что мы не знаем, кто такой на сегодняшний Иисус Христов с нашей жизнью. И мы не знаем, что Он нам приготовил, но единственное мы должны принять, что Он наш Учитель. И только Он нам поможет. Не человек, не жалость человеческая, не финансы, только Иисус Христос. Иисус. Приятное имя Иисус. Мощное имя. И где бы ты его не произнес, представляешь, никого даже не будет раздражать это имя Иисус. Иисус. Но не ты. Но не ты. Без сетей прячешься, а ты за ней. Куда вы? Куда ты, блуд? Куда ты, алкоголь? Все убегает, но не ты. А ты почему не трепещешь, человек? Все там, все на коленях стоит. помилуй Иисусу. Но мы Иисусом отриеем. Человек, он очень сильная натура. И очень тяжело, по-моему, от человека. Не в плохом элементе. его не прогнешь. И имя Иисуса Христа не касается. Мы же молимся во имя Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа омой весь грех. Грех. И стоит омытый. И иногда не омывает. я не хочу, чтобы страх пришел в жизнь. Я хочу, чтобы ты знал, что имя Иисуса Христа это самое мощное слово здесь, на земле. И если тебе нужна помощь сегодня, дорогой, а здесь есть люди, которым нужна помощь? Мне, допустим. Я просто хочу, чтобы это имя функционировало в моем разуме, сердце, силе, душе, везде. я не хочу просто произносить это имя, знаете, и выходить сюда на это место, как на работу. Иисус живой семья. А давайте поклонимся, а давайте встанем на колени. Здесь такого не будет. Здесь имя Иисуса будет жить. Как бы кто-то не хотел, как бы кто-то не говорил, имя Иисуса здесь будет живое. Я верю, что в этом зале есть люди, которые хотят увидеть чудо. И все быстро подняли руки. Первый получает сразу. Да, иногда нужно быть активным. Это как-то женщина ухватилась и исцелилась. А вся толпа просто терлась, Иисус ходил, и они... Чудо! Я! Галюня, получай. Исцеление! Финансы! Смотри, как оживились сразу. Рука зачесалась. Мы приметы не верим во имя Иисуса. Просто зачесалась. Могу я поделиться своей проблемой сейчас? Исцеление! Да, будь на чеку. Что в Библии написано? Бодруствуйте! Исцеление! Да, хочу. Поймаешь. я хочу просто вас настроить. Я не хочу вас поставить в рамки, как пастор, на какие-то правила или на какие-то действия вашей жизни. пусть твой фокус будет настроен на имя Иисуса Христа. Послушай, твой каждый день нуждается в крике. В твоем. Крики разные бывают. Не нужно просто орать. есть крик из Духа, но он настоящий. Крик. Этот никто не может остановить. Тебе никто не закроет рот, потому что этот крик направлен лично к Иисусу Христу. Семья, мы должны бодрствовать, не пропускать в наших днях благословение и Его волю, а мы пропускаем. И мы сидим на обочине, а Иисус проходит, Он пошел туда, Он пошел сюда, Он всегда рядом проходит, и мы спим. Мы чем-то там сосредоточены на каких-то разных моментах жизни. Но поверь, придет время, когда ты поймешь, что это не поможет тебе. Иисус говорит, бодрствуйте, 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 учитесь, а мы никто у нас, никто не хочет учиться. Все грамотеи, все мудрецы, все могут друг друга закидать, а я бы вот этим, и ты не можешь мне сказать. Ты знаешь, какое у меня образование? Как ты можешь мне говорить в эту жизнь, в мою жизнь, если ты сам послушаешь семья, кто мы? Мы все слепые о обочине. И давайте попросим Иисуса Христа, чтобы Он нас научил. научил. Кто размышлял о том, что Иисус Он твой учитель? Не только даватель, а поверь, Иисус учит покруче человека. Его учение невозможно подогнуть под тебя. у Него одно учение. Где ты больше не оспоришь и не умолишь Его, чтобы это учение не прошло мимо тебя. бодрствуйте. Я хочу сейчас вас подвести к свежему свидетельству. Потому что сегодня не учение, не откровение, сегодня просто разговор с семьей. Помните пятницу семья? Кто был в пятницу? это была мощная молитва. Это очень была мощная молитва. Если кто не был, послушайте. Если не понимаешь по-русски, помолись просто, там в дух все влетит. Включи наушники или колонки. Так вот, после определенных некоторых событий в моей жизни и в жизни моей жены Элины, мы приняли решение сделать вызов дьяволу. Сделать вызов дьяволу. Мы реально решили укрепить служение, в котором мы находимся. И это не шутки семья, это не просто так разговор, не просто так, знаете, сказал и забыл. И первое, что мы решили сделать, это войти в новый звук. Наши старые клавиши уже не способны были послужить в новом, так как на нашей сцене было все новое. Почему старые? Не потому, что они там износились, потому, что они были разработаны 20 лет назад. Ну, я не знаю, сколько им лет, не хочу говорить, но то, что они несут, уже как бы для нас, мы уже все выжили. И в ту пятницу мы их просто проводили с музыкой, знаете, они выжили все, так мощно, мощная была молитва. На них не только Элина играла, на них играли люди. Кстати, эти клавиши были, также служили в другой церкви, потом служили другие люди на них, потом дожала Элина, и мы поняли, что нам нужен новый звук. Новый звук, потому что звук есть основа. Нам нужно научиться семья поклонения и нам нужно научиться жить в поклонении и в хвале, что вот это слово, оно скоро закончится. И Саша меня сегодня спросил, каждый раз все меньше и меньше местописаний, Саша, который переводит сейчас. Я говорю, да, Саша, потому что уже слова столько, что нужно уже это все прикручивать и начинать с хвалы, начинать с поклонения. И все, кто был на молитве в пятницу, да, я реально озвучил, хотя мы никогда не озвучивались перед тем, что что-либо купить. Мы советовались с командой, мы смотрели на наши финансы и мы приобретали, потом мы свидетельствовали. Но Дух Святой мне повел и говорит, будь открытым и скажи, что нужны новые клавиши. И вчера нас побудило поехать в музыкальный магазин примериться, попробовать, потому что мы понимали, что клавиши, чтобы приобрести, нужны финансы. Но сейчас у нас конец месяца и как бы счета наши не имеют. столько финансов, чтобы приобрести клавиши, потому что сейчас много оплат. Конец месяца, начало месяца, все вы понимаете, у тебя тоже дома. Пришло и сразу ушло. ноль, слава Богу. Плюс 200 проживем, 300, халилюя. Но все-таки мы поехали в музыкальный магазин вчера, нашли клавиши, которые нам нужны. Когда мы поняли, что это именно тот звук и тот инструмент, который нам нужен, я пошел платить. Взял карточку церкви и снял все в минус. Но вы знаете, я сейчас не говорю, что это духовные люди меня поймут, я сейчас говорю не о материальных вещах, я сейчас говорю о том, о духовных. Счастье пришло сразу. Вы знаете, реально, какая-то свобода. не было сомнений. Потому что я решил, Ирина решила идти дальше в новый уровень. Новый уровень звука, слова и всего остального. мы схватили наши клавиши и поспешили домой. Но с нами был старший сын. И чтобы компенсировать его время, знаете, интересное, он в кавычках, он с нами же там по магазину, у ребенка каникулы, а мы там клавиши, подожди, посиди, он хочет поиграть, не мешай. Чтобы компенсировать вот это его старание быть с родителями, мы заехали в Бургакинд. Все, что я говорю, имеет значение. Послушай, это не просто так. Я там рассказываю, хочу вас, нечего говорить, пастор, он тут нам интересная история. Все, что мы сделали, мы одели короны, да, кто был в Бургакине. И мы сидели за столом, кушали, и во время нашего обеда позвонил мой друг, пастор из Литвы. Ну, я тут, представляете, радость. Первый человек позвонил, у нас клавиши в машине, еще влезли в нашу машину маленькую. Все есть, все, что мы хотели. Не только попробовали, а уже везем домой. Хотя не было, знаете, веры, что мы их привезем, мы просто хотели выбрать и попробовать, взять счет. Мы возьмем счет, потом посмотрим, где взять кредит. Я ему говорю, слушай, мы купили клавиши новые. Да, этот пастор обрадовался. Нет, от чистого сердца. Он, мой друг, он обрадовался, говорит, да, конечно, если деньги, если деньги, почему бы и не купить? Я ему говорю, нет денег, это в минус. Ну и мы поговорили с ним. Мы вышли из Бургакинда. Мы хотели уже добраться домой, в церковь, установить клавиши, знаете, когда что-то у тебя есть. Новенькое, ты хочешь его попробовать. Ты хочешь потрогать его. Не важно. Это любая вещь. Стягивает такое желание. После разговора прошло максимум минут 5-7. Я достал свой мобильный телефон. Я увидел смс. Я сейчас вам прочитаю. Я думаю, что этот человек не обидится, если я зачитаю. Мы ему обязательно ссылочку скинем. Привет, ребята. У нас есть площадка, где мы... Скажи привет. Они пишут. Привет. Давно вас не видели и не слышали. Как вы? Слышали, у вас сайт закрыли. А нам нужно вам средства перевести. Дайте, пожалуйста, номер банка, скалосчета и все, что необходимо для перевода. И еще, я вам на ваш сотовый писал, но ответа не получил. Может, у меня неправильный номер. То есть изначально люди пытались нас найти. Изначально у нас ничего не было на тот момент. И мы говорили минус. Но Бог настолько велик. И родные, с моих глаз потекли слезы, потому что я пережил Бога в этот момент. Не потому, что у нас были клавиши. Не потому, что нам кто-то перевел. Эти деньги еще идут в пути. Мы не знаем, какая это сумма, но мы знаем, что это полностью сумма на клавише. Это наш Бог уникальный. Ты просто не знаешь своего Бога. И что, церковь не радуется? Воздай Богу славу! Алло, церковь, вы что? Или ты уже заелся? Или тебе нужно тебе, чтобы ты получил? Это все тебе. Послушайте, настолько Бог уникальный, что ты, когда ты принимаешь решения, Бог начинает двигаться в твоей жизни. Когда я вам говорил, люди вы держали руки в пятницу, у всех были вопросы. Зачем? У нас есть клавиши и нужны деньги. Скажи честно. Если бы ты хотел, то бы ты подошел и сказал, слушай, а чем я могу помочь? Снова пастор выкачивает. Нет, проверяю твое сердце. О, да. Церковь растет и не нуждается в финансах. Я Иллине не говорю сегодня утром. Просто проснулся и говорю, Иллина, стоп. Ты знаешь, я стою, призываю церковь. Я могу быть открытым? Могу или нет? Ну, кто сказал да, я им говорю хорошо. Все боятся уже меня. Может загнуть прям так открыто. Значит, ты боишься себя, что-то тон-то горшок за тобой. Если ты боишься, что с тобой открыто разговаривают. Амен? Хорошая, да? И вы знаете, я говорю, Иллина, а у кого мне просить и говорить о финансах? Вот я говорю о слове, все принимают. Ты поешь, все принимают. А когда о финансах, просто не говори. Ну, мы же в семье. Кому мне еще говорить, как не вам? Скажите, семья. Ну, кому? Ну, стене? Дай денег, дай денег. Или идти собирать по квартирам? Ну, если ты сюда пришел, если ты... Кому? Ну, да, вот там, я благодарен за тех людей. Понимаешь, твое сердце, когда говорят о финансах, оно закрывается автоматически. И есть люди, которые туда пи-шу и попало. Даже закрытый сайт не помог. Притянуло что-то. Я благодарен за этих людей, людей веры, духовных людей, которые знают, когда сеять, куда сеять и для чего сеять. Не просто так раскидываются, знаете, в свое удовольствие. Поверьте, эта молодая семья, она нуждается в развитии также. Но они сеят. У нас всегда вопрос, почему именно сюда? Потому что Бог. Потому что Бог семья. Кому не обращаться, как не вот, вот, вот она семья. Почему мы привыкли, что когда обращаются о финансах, нужно говорить в камеру? Когда есть проблемы, сайт закрыли, нужно открыть, нужно туда, не к нам. Потому что у нас у всех, у всех свои проблемки. семья, не понял, мы в семье или мы, или семья там, которая обеспечивает, а семья здесь, которых не нужно трогать. Воздай Богу славу, воздай. Поверьте, если мы не будем открыты, если мы не будем в семье, то для чего мы здесь собираемся тогда? Для чего мы тогда проповедуем, имя, зачем мы говорим громко имя Иисуса Христа, Иисус Великий? Слепые, косые, хромые будут ходить, но тогда вот там, не здесь. Окей? Тогда вот там будут благословения, а не здесь. Но для чего-то мы здесь живем, для чего-то в этом мы зале собираемся. Послушайте, если у тебя что-то дома ломается, или ты нуждаешься уже в чем-то, ты приобретаешь это? Ну почему, когда говорится в церкви, что нам это необходимо, у тебя сразу вопросы, а зачем это? Снова деньги тратите. Послушай, до твоих денег невозможно и куда-то присоединить. Иногда. Есть люди просто там, знаете, там пять копеек. Я не хочу обидеть. Я знаю эту категорию людей, они отдают столько, сколько они хотят, а не сколько сказал учитель Иисус Христос. А учитель говорит, отдай. Все. О десятой части за, бывает. Отдай все. Не только о финансах, я сейчас говорю, я вообще не проповедую сейчас о финансах, я говорю о твоей жизни. Но твоя жизнь настолько занята, твоя жизнь настолько насыщена, что ты даже в воскресенье пытаешься куда-то спешить. Но поднимается новое поколение, которое будет с корзинами приходить сюда. Амен? Что-то давно у нас наверху ничего не было. Я понял. Церковь спешит жить. Когда зима, у нас там все, мы кушаем, потому что некуда идти. Холодно, в церкви хорошо, тепло. А лета никого нет. Слетели. Один Христос сидит и кушает свое. Христос, извини, это просто, я очень люблю тебя и уважаю. Скоро будем праздновать вашу радость вместе. Приходи, через две недели увидишь, как рождается новая семья. Халилюя! Пожалуйста, молитесь за эту семью, всю эту неделю, потому что дьявол, он пытается разбить семью. Знаете, будут сходить всякие мысли, но мы, семья, мы вас поддерживаем, молитвами мы поддерживаем, мы просто благословляем вас на подготовительное время. Это будет уникальный этап в вашей жизни. Иисус здесь. Семья, так ты понимаешь, куда мы ведем, к кому обращаться? Я не хочу быть пастором, нищим, побираться, чтобы тебе принести кусок хлеба. Давай вместе это сделаем. А давайте вместе построим здесь настоящую церковь, настоящую семью. Хватит сидеть слепыми и просить подачки. А давайте вместе жажду. А давайте вместе стягивать небо. А давайте вместе двигать небо. Любыми способами. Все, что есть. Конечно, с мудростью. Я засвидетельствовал за эту семью. Просто давайте, просто я хочу их благословить. Во имя Иисуса Христа, Отец, умножь в тысячу, в тысячи разы все их сферы, финансовые, семейные, любовь, свободу. Просто умножь тем семям, которые сеют, которые открыты и которые послушны. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Семья, это самая мощная проповедь, в которой я двигался. Проповедь Духа Святого, а не проповедь откровения. Да, откровение, когда ты получаешь, это просто, знаете, тебя зажигает, что тайны открыты. Но когда ты двигаешься в простоте, когда ты двигаешься под, как двигается Дух Святой сейчас, это уникально. Родные, клавиши – это мелочи. И они здесь. И это для неверующих, тех, кто еще не верил в пятницу. Потому что мой путь был один, купить клавиши, даже взять на себя, кредит. Я вам говорил, никто нас не расстреляет за эти элементы. Но Бог, Он увидел сердце твое, неверующее, Он просто взял и сделал. Представляете, на такой мелочи и мы спотыкаемся. А что говорить о спасении нации? Где там вера тогда? Если у нас нет веры, то мало. как Бог выкупил клавиши, но самое важное, Он выкупил тебя. и скажи, тебе этого недостаточно? Скажи, достаточно ли было слепому прозреть? Да. Но ты уже прозрел. Ты уже выкупил. Ты покрыт кровью Иисуса Христа. Почему тебе этого недостаточно, человек? Почему ты уже зрячий? Почему ты уже видишь Слово? Понимаешь Слово? Ты знаешь Иисуса Христа. Ты встретился с Ним лично. Почему тебе этого недостаточно? Почему тебя тянет в мир? Что ты хочешь еще от Иисуса Христа? Почему тебе недостаточно твоего спасения? Вот этот вопрос у меня к семье. Почему ты еще ходишь унылый? Почему у тебя все еще везде проблемы и тебе плохо? Почему у тебя не удовлетворяет то, не радует то, что ты спасен? Ты выкуплен. Бог не брал на тебя кредит. Он отдал своего единородного сына. Это было легально. И об этом знают все. Дьявол нас украл, а Бог пришел и открыто забрал. Знали все. И знают все. По сегодняшний день, как забрал, как выкупил наш Отец Небесный. Знают все о смерти и воскрешении Иисуса Христа. И это уже невозможно, обойти эти знания везде. Об этом уже учение. Пасху все отмечают. Рождество все отмечают. Бог выкупил нас. Может быть, достаточно этого? Семья, может быть, этого достаточно? С этого начать радоваться? Я понимаю, что ты не виноват. Я понимаю, что мы живем в этом мире, что дух этого мира, он пытается закрыть все открытые порталы, открытое небо, послать тебе мысли, послать в твою жизнь идеи греховные, там все возможные, но послушай, если ты будешь иметь основание царства, если ты будешь иметь веру, то Бог будет всегда с тобой. И куда бы ты ни пошел, Он тут же будет отвечать на все твои шаги в себе. Я сидел в машине, и мне потекли слезы. Я говорю, Бог, ну я только-только проговорил пять минут назад, минус, и тут ты. Это не было даже смс по телефону. Это было уже подготовлено. На той неделе мы, на прошлой неделе мы зарегистрировались в инстаграм. Мы сначала удалились с этой соцсети, но потом, знаете, дух святой как побудил. И это было там смс, который очень редко читает. Люди прикрепили, ну знаете, в личку нам, вот это смс. Это даже не было нормальным смс. Бог, если стучит, Он хочет достучаться, Он достучится до тебя. Он сделает все возможное, чтобы ты получил свое чудо. И не только здесь Галина, которая первая подняла руку на исцелении слиться и получит благословение. Получат все. Все. Но готов ли ты на свое чудо? Готов ли ты его получить? Хочешь ли ты его получить? Хочешь ли ты иметь другую жизнь? Или ты хочешь продолжить то, что ты начал без Бога? Хочешь, даешь еще, знаете, кислород своей старой жизни. Это как аквариум, и туда, знаете, компрессором задувают воздух. И бульбочки такие. Твой крик услышан, слепой. Ну всего, все, что сказал Иисус Христос, учитель сказал, иди и больше не греши. Скажи себе, иди и больше не греши. Не говори соседу, знаете, сосед, иди и больше не греши. Давайте вот так сделаем. Иди, слепые, давай, 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 что? Иди и больше не греши. А мы привыкли. Иди и больше не греши. Ах, ты нечестивый. Ах, ты засранец. Ах, ты негодяй. Ах, ты негодяй. Ах, ты засранец. Иди и больше не греши. Амэн. Ах, ты как-то пастор то танцует, то то заставляет танцевать, то заставляет петь, то пальцы на себя показывать. А на кого еще? Кого еще заставлять? Других здесь нет. Я верю, что в камере то же самое делают. Показывают пальцами, копают. Помните? Кто не помнит, подожди, будет время. Я жду, мы ждем новую волну людей, мы тогда скопаем вместе с ними. Я проповедую не для того, чтобы заработать какую-то награду на небесах. Я хочу нести его слово, чтобы ты услышал. Чтобы ты услышал, вместе со мной понес его дальше. Веру, свидетельство. Почему сегодня церковь не свидетельствует? Почему? Потому что не бодрствуешь, не веришь, не делаешь шаги. Ты даже не знаешь, что тебе делать. Знаешь, почему не знаешь, что тебе делать? Потому что не спрашиваешь, что тебе делать. Учитель, какой следующий шаг? И учитель никогда не скажет обличить, оплевать, растоптать, уничтожить. Учитель скажет следующий шаг. Любить, 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 служить, идти, вставать. Вот это говорит учитель. И последний вопрос, который кому-то поможет сегодня. скажи, ты позволишь, чтобы твои свежие рани прикасались грязными руками? Ну, у каждого были свои ранения. Скажи, ты посыпал вот рану свою, да, вот упал, коленку сбитую, ты посыпал ее специально грязью? Ну, ладно. Разрез. Ты что, туда микробы, знаете, все туда грязь. Что ты делаешь? Дезинфицируем, смазываем зеленкой. Германия не знает, что такое зеленка. йодом, ну, накладывают повязочку за маты, чтобы туда не попала грязь. Каждый из нас имел раны душевные, внутренние раны. И пришел Иисус Христос на эту землю. И Он вынес приговор, диагноз больные. Амин. Он сказал, не здоровые нуждаются, а больные. Я больной лично, был. Я признал, что я больной. Я признал, что я грешник. Другими словами. Иисус сказал, больные нуждаются. Здоровые фарисеи, они не нуждались в Иисусе. Больные. Я признал, что я больной, что моя жизнь разрушена, мне нужно исцеление. Все, что сделал Иисус в моей жизни, в твоей жизни, Он покрыл своей кровью. Он взял и удалил боль, грех из человека. Он умер и воскрес. Мы здесь живем на земле, и у каждого есть открытые раны, семья. Рана, она не может сразу затянуться, это целый процесс. Вы думаете, слепому было легко сразу видеть? Вы думаете, он ориентировался сразу же? Ох, мать, все. Да у него тут в голове была революция. Потому что он видел темноту, а теперь он видит свет, мир, все это напрягает, представляете? Так и мы с открытыми ранами. Все, что мы должны делать, знаете, я знаю, о чем я говорю, за открытые раны. Те сейчас смеется? По-доброму я знаю. Я знаю, с этими ранами я уже хожу больше двух месяцев. Мне сделали операцию и не зашили раны, они стали открытыми. И поверьте мне, я даже сто раз предупреждаю, иди по мои руки, чтобы мне там сделать некоторые процессы, а руки мыло, а аккуратно, а вот сюда не ложи, а вот так. Я забочусь, чтобы в мои открытые раны не попала инфекция. Но почему мы не заботимся о нашей жизни? Почему мы берем наши открытые раны, которые боль исцелил Иисус, Он убрал грех, и мы эти раны подставляем снова в грязь семья? Это откровение мне начало учить. Почему люди сегодня, они уже не больные, они получили исцеление, они получили свободу, почему они снова бегут, бегут туда, где имели боль, и снова поставляют свои открытые раны, и снова заражаются. Зачем ты это делаешь, скажи, зачем ты убиваешь себя? Скажи, пожалуйста, вот была боль, ее убрали, и если туда снова будет инфекция, боль будет больше. Конечно, поверь, вот точно так и с тобой происходит, Иисус убрал твой грех, а ты снова бежишь в грех, ты снова поставляешь свою открытую рану, и поверь, боль еще будет еще мощнее в твоей жизни. Перестань, перестань держать свои раны открытые под нечистью, под грязью, разрешать всем, чтобы прикасались кто угодно к твоим ранам. Разреши Иисусу, разреши Иисусу, покажи ему свои раны. Он научит тебя, как тебе сберечь себя, чтобы твои раны быстрее зажили. Тут много до откровений, тут такая тема, она просто льется. Начали со слепого. Мы все в исцеление идем. И все мы на обочине находимся. И поверьте, эти раны до сих пор в моей личной жизни физически они не затянулись. Это огромный процесс, когда рана сама должна стянуться, когда рана сама должна зажить. не подставляй свои открытые раны, не подставляй, береги себя, береги себя. Человек, я прошу тебя, Иисус все сделал, Он удалил грех, Он удалил боль. Выбор за тобой, под кого ты подставляешь свою голову, кому ты разрешаешь говорить твою жизнь, в какую домашнюю группу ты ходишь, кто твой пастор сегодня, кто твой лидер, кто ты вообще, что в твоем доме происходит. Ты держишь в чистоте свои раны, ты выбираешь, ты выбираешь. Семья, я еще расскажу одно последнее свидетельство, как Бог любит нас. Я просто упустил, потому что без конспекта, вне конспекта сегодня, многие вещи высвобождались. Те, что я, те, что говорил Дух Святой, я уже высвободил. И еще одно, одно свидетельство, которое я хочу сказать о любви Божьей. Мы очень часто, я и Лина, говорим нашим детям, что мы их любим, старшему сыну, младшему, говорим, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. И вот как-то я говорю своему сыну, младшему, я говорю, я люблю тебя. Раньше он отвечал, я тоже тебя люблю. А в этот раз он ответил, я знаю. Он не только мне ответил, он ответил или нет точно. Я, говорит, знаю, что ты меня улюбишь утром, в обед и ветелем. Зачем ты мне это говоришь? Я знаю, что ты меня любишь. Слышите? И Дух Святой сразу же, знаете, Дух Святой он учит и то, он начал учить. А ты знаешь, что Бог тебя любит утром, в обед, вечером, ночью и всегда? Или ты знаешь, что Он только сейчас тебя любит, а когда ты пойдешь домой, тебя не будет любить, потому что там проблемка. Знаете, в чем там проблемка заключается? Потому что ты свою ранку засовываешь не туда. Ты свой порезанный палец снова суешь в грех. И хочешь, чтобы он исцелился. Ты свой нос не туда суешь, любопытный. засунь засунь свой нос любопытный в Бога, в царство его. Пусть тебе там духовной двери прищимит нос. А ты знаешь, что Бог тебя любит. Бог, ты любишь меня, ты любишь меня, поэтому Бог мне не отвечает, поэтому не отвечает. Ты должен знать, что Он тебя любит. Мы должны знать, что Бог нас любит. Пусть говорят, пусть пишут, пусть кричат, меня любит Бог, мне все равно все, что ты говоришь. Амин. Я прошу тебя, иди вот с этой силой, иди вот с этим словом. Слепой начинай кричать, иди к Иисусу Христу, и говори, Бог меня любит. Утром, вечером, и днем, и ночью, и всегда. И что бы ты ни говорил в мою жизнь, Бог меня любит. КОНЕЦ